Это тема дня, эфир продолжаем. 29 августа на базе Краснодарского аэроклуба ДСААФ начинается подготовка парашютистов. Группы уже формируются. С этой субботы после подробного инструктажа прыгнуть с парашютом смогут и начинающие спортсмены в тандеме с инструктором, а также те, у кого есть опыт таких прыжков. Как ведется подготовка о развитии парашютного спорта, в крае, также о работе движения ДСААФ в нашем регионе. Подробно поговорим с гостем в студии темы дня. Начальник Краснодарского аэкспортивного клуба ДСААФ России Николай Вальчук. Николай Константинович, добрый день. Я рада приветствовать сегодня вас в нашем студии. Ну что ж, вот совсем скоро уже начинается подготовка юных и не только парашютистов. Давайте о ней поговорим. Как группы формируются, кто в них войдет? Ну, группы формируются по общему принципу, скажем так. Люди обращаются, кто хочет пройти у нас полное обучение и начать с первоначальной летной парашютной подготовки. Кто-то к нам прибывает и уже имея за плечами опыт парашютных прыжков, это спортсмены. Они уже по отдельному плану как бы выполняют прыжки. Также у нас имеется опыт, неплохой, хороший, богатый опыт по выполнению прыжков в тандеме. Тандемщики тоже как бы подают предварительно либо заявки, либо записываются, либо покупают сертификаты, приезжают на аэродром, проходит инструктаж и идет выброска с тандемом. Немножко посложнее, конечно, с теми ребятами, кто проходит первоначальные прыжки. Их дополнительно учат. Проходит теоретическая подготовка в течение 10 дней, темноземная подготовка и затем уже непосредственно прыжки. По результатам этих прыжков выдаются свидетельства установленного образца, единого образца российского, по которым они могут продолжить дальше уже выполнять прыжки и уже начинают тренироваться как спортсмены в любом другом клубе. Ну, желательно, конечно, чтобы у нас. Мы хотим сформировать команду сборную, сборную команду Краснодарского края по парашютному спорту, сборную команду ДОСААФ Краснодарского края по парашютному спорту. Это должны быть и ребята младшего возраста, среднего возраста и, конечно же, взрослые. Потому что вот очень, очень были когда-то позиции сильные у Краснодарского края именно по парашютному спорту. Очень много, целая плеяда, значит, воспитана у нас парашютистов, чемпионов мира, Европы, чемпионов Советского Союза, чемпионов в те времена Советской СКДА, был такой спортивный клуб дружественных армий. То есть есть, есть задел, есть желание, есть возможность. Самолеты у нас летают, готовы выполнять прыжки. Поэтому добро пожаловать к нам. Николай Константинович, кому сегодня интересен парашютный спорт? Кто в него идет? Насколько популярен? Ну, популярность парашютного спорта довольно-таки высока. Очень много людей хотят прыгать, очень много обращаются, очень много желают пройти обучение первоначальное, вплоть до того, что даже мы готовим отдельно для вооруженных сил специалистов. Все сейчас вводится к другому немножко. Стоимость, финансовая составляющая, она играет не последнюю роль. На сегодняшний день наши парашютные системы, которые предлагаются в продаже, имеют просто заоблачную сумму, стоимость. У нас экипировка очень дорогая довольно-таки. То есть, чтобы начать заниматься парашютным спортом, тут нужна поддержка. Поддержка должна быть либо муниципальных властей, либо государственная. Потому что, как бы там ни было, парашютисты, это задел любой вооруженных сил, любой армии мира. Те люди, которые имеют парашютную подготовку, можно сказать, им дать можно еще наземную подготовку, общевойсковую подготовку, это готовые бойцы спецназа, это готовые бойцы десантных войск. Поэтому есть стремление и у девочек маленьких, и у мальчиков молодых ребят, и у студентов институтов, колледжей. Есть взрослых очень много, которые, имея уже возраст под 60 лет, готовы прыгать. Есть желание, они приезжают, они прыгают, они едут. А какие ограничения есть, кстати? Ограничения? С какого возраста? Ограничения с 15 лет и вес 50 килограмм. Не менее 50 килограмм, да. Ну и самое главное ограничение, конечно, состояние здоровья. Нужно, чтобы молодой человек или молодая девушка, или в возрасте уже человек, чтобы в обязательном порядке был здоровым, чтобы предоставил справку. Перед прыжками мы в обязательном порядке страхуем всех. То есть прыжки проходят у нас под страхованием жизни каждого человека, который выполняет прыжки. Будь это инструктор или даже просто человек, который пришел любить или прыгнуть, или спортсмен, не имеет значения. Ну вот в таком как бы... Давайте более подробно спросим у инструктора. Алексей Гайдамашко с нами на связи. Старший инструктор Краснодарского спортивно-парашютного авиационного клуба «Южное небо». Алексей, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Расскажите, какая категория людей сегодня охотно идет прыгать с парашютом? Ну, как всегда, те, кто физически активный и продвигают активный образ жизни, готовы приходить и приходят. Сейчас как бы все в финансовую точку опирается. Какие противопоказания для прыжков? Кому точно нельзя, опасно для здоровья заниматься таким спортом? Категорически запрещено. Ну, категорично. Любителям, как говорится, выпить. Это категорично. Практически все остальное. Ну, там есть сердечно-сосудистые некоторые заболевания. Все, кто к нам приходят, они проходят медика. Если кто приходит просто прыгнуть, как на аттракционе, тандемный прыжок совершить, они проходят у нас медика. Медик смотрит. А те, кто профессионально, ну, есть такая штука, называется высотнолетная комиссия. Инструктора все в обязательном порядке проходят высотнолетную комиссию. И те, кто профессионально, этим занимаются тоже. Алексей, какие основные правила рассказываете тем, кто приходит прыгать с парашютом? Какие требования безопасности ни в коем случае нельзя нарушать? Ну, для тех, кто пришел один раз просто прыгнуть, как на аттракционе прокатиться, это внимательно слушать инструктора и, самое главное, ничего не дергать, ничего не трогать. Потому что инструктор все это сделает сам. Четко выполнять указания инструктора, вот. И тогда все будет безопасно. Ну, а для людей, которые более профессионально хотят самостоятельно прыгать, научиться, участвовать там в каких-нибудь соревнованиях, то там идет уже более серьезная подготовка в плане и безопасности, и по парашютной тематике. Алексей, я благодарю вас, что вышли с нами на связь. Алексей Гайдамашко был с нами по телефону. Старший инструктор Краснодарского спортивно-парашютного авиационного клуба «Южное небо». Николай Константинович, что касается аттракционов. Ну, на самом деле, я знаю, что многие коммерческие организации сейчас такую услугу предлагают, да, прыжок с парашютом. Ну, что касается вашего аэроклуба, то здесь, наверное, вы единственный, пожалуй, кто настолько по всем нормам госавиации, да, насколько я знаю? Ну да, мы работаем по нормам государственной авиации, соблюдением всех норм и требований и действующего законодательства. По-другому мы работать не будем и не можем. По одной простой причине – это здоровье, это жизнь людей, любое нарушение тянет за собой определенный шлейф, который может потом трагически закончиться. На сегодняшний день, почему, к примеру, именно ДОСААФ организует, проводит подготовку специалистов для вооруженных сил, потому что альтернативы нет в принципе. Есть гражданские организации, но гражданские организации работают по нормам гражданской авиации. Это совсем другие нормы, это совсем другие требования. Более того, часто и густо, я этого не буду скрывать, нарушается безопасность полета, нарушается допуск летчиков к полетам. Часто и густо летчики летают на воздушных судах, имея удостоверение летчиков государственной авиации, что очень противопоказано. Даже у нас в крае есть такие организации, которые это практикуют. Самолеты часто и густо зарегистрированы как судно гражданской авиации, как единички. На единичках как бы должны быть определенные документы допуска, разрешающие все это делать. Все аэродромы, которые занимаются выброской парашютистов, они должны иметь инструкцию, которая позволяет производить эти прыжки. Ну и, соответственно, подготовленные инструктора и летчики. Летчики подготовленные, конечно, как бы и даже в первую очередь, потому что не каждый летчик, который летал, имеет право на выброску парашютистов. То есть они должны пройти определенную подготовку, переподготовку, сдать зачеты экзамена. И только после этого они имеют право, после проверок всех, быть допущенными и приступить к работе по выброске парашютистов. Ну да, потому что все мы понимаем, что это очень серьезно. У нас это все соблюдается очень жестко. Нас контролируют вышестоящие органы. Это и департамент авиации из Москвы, это и Южное управление, наши ДСААФ. Тут мы не отступаемся от нормы закона. Мы четко следуем ей. Николай Константинович, что касается подготовки непосредственно для вооруженных сил. Вот я знаю, что в июне, кажется, 15 числа Краснодарский аэроклуб ДСААФ подготовил 15 призывников парашютистов для воздушно-десантных войск. Вы скажите, как эта подготовка шла? В чем ее особенности? Это на регулярной основе? Да, это регулярная основа. Это, скажем так, идет призыв осенний, идет призыв весенний, набирают ребят. Мы сейчас готовим специалистам по УЗ-837Д. Это десантники-водители. То есть ребята проходят первоначальную подготовку водителей по категории С, получают права, проходят медкомиссию. Медкомиссия их только после того, как они пройдут медкомиссию, допускает к выполнению прыжков. Формируется со всего края команда, которая потом приезжает к нам на аэродром НМ, Южное небо. И, соответственно, сформированная группа приступает к обучению. И структура начинает с теории, учат полностью всему. И теоретически доводят им площадь парашюта, и как он работает. Затем идет укладка парашюта, запасного основного купола. Затем наземная подготовка, как надо выходить с самолета, как группироваться и так далее. То есть все это идет поэтапно. Обычно это две недели. Срок две недели. В течение двух недель мы готовим десантников для вооруженных сил. Вот эти 15 ребят, которые у нас проходили подготовку, они, если не память не изменяет, 70 или 80 процентов распределились в Новороссийскую десантную дивизию. То есть они служат здесь у нас в крае. За остальных я не знаю пока, кто куда распределился. Но они прошли у нас полностью всю подготовку, и теперь они полнокровные десантники. Так что 2 августа будут говорить за ВДВ. Здорово. Расскажите, какая работа клубом ДСАФ сегодня ведется в части патриотического воспитания молодежи? В части патриотического воспитания у нас войска есть школы юных пилотов, где мы готовим ребят, мальчиков и девочек, которые даже взрослые люди у нас есть, которые желают свою жизнь сезать с небом. Даже у нас была девочка, которая очень хотела летать на самолете Су-25, быть штурманом. Но не сложилось немножко у нее. Мы проводим встречи с этими ребятами, кто проходит обучение, чтобы они имели понятие, понимали, что такое летная работа. Конкретно летная работа, скажем, военного летчика. Мы приглашаем, у нас очень хорошие налаженные контакты с героями России, с героями Советского Союза, летчиками, которые когда-то прошли боевые точки, Афганистан, Чечню, Магистан. Мы их приглашаем на эти встречи, тематические встречи. На 9 мая вывозим ребят в музей. И эти встречи дают положительный результат. Потому что, когда смотришь, как они общаются с этими людьми, у них, конечно, глаза у всех горят. Потому что нечестно можно поговорить с героем России, с героем Советского Союза и сфотографироваться с ним на память. Поэтому эта работа у нас ведется очень даже неплохо. Мы выезжаем в школы, приглашаем в школу детей, чтобы они приходили. И у нас бывают дни открытых дверей, когда мы пытаемся наладить контакты с Министерством образования. Мы обращались в Министерство образования, чтобы нам выделяли такие дни в школах, чтобы мы могли показать будущее страны нашей, будущее нашей авиации. На сегодняшний день авиация Вооруженных сил России очень сильно развивается. Она, можно сказать, на первом месте в мире сейчас. По тем системам авиационным, которые создаются у нас. Есть перспективные комплексы авиационные. Плюс есть такие системы, как беспилотные летательные аппараты. Может, вы слышали их. Мы на базе АСК готовы оператора для этих комплексов. И в этом направлении у нас пробелов нет. Мы очень хорошо работаем. Мы работаем, сотрудничаем с администрациями, скажем, станицы Полтавской. У нас когда-то работал в аэроклубе человек, который был зам полетной подготовки. И в честь него и всех летчиков, которые были в свое время, они решили поставить памятник. Глава администрации станицы Полтавской обратился к нам. Мы ему дали даже самолет на памятник Л-29. Его в нашем летном Краснодарском училище привели в соответствие. Очень красиво покрасили, поставили. Вся станица шла, смотрела. Вот такая у нас потребность. В общем, у клуба очень богатая история. С 2023 года, кажется, он ведет свою историю. И сейчас дальше работа продолжается. Стараемся, очень стараемся. И есть желание. Я думаю, что есть возможности все-таки оба аэроклуба поднять на крыло, нормально поставить. Но нужна поддержка. Нужна поддержка государства. Нужна поддержка обязательно муниципальных властей, я все-таки считаю. Чтобы снова наши парашютисты, наши ребята были впереди планеты всей. Спасибо вам большое, что были сегодня у нас в гостях. В студии был начальник Краснодарского авиационно-спортивного клуба ДСАФ России Николай Вальчук. Это тема дня. Увидимся с вами завтра. Всего доброго. Оставайтесь на Кубань-24. Субтитры подогнал «Симон»!